Аллаху Господу миров, мир и благословения пророку Мухаммаду, его семье, всем сподвижникам, а также тем, кто последовал по его прямому пути до судного дня. Затем продолжаем с вами изучение книги Аль-Фикха Аль-Муяссар «Облегченный фикх». И сегодняшняя последняя тема в цикле уроков нашего летнего семинара будет посвящена количеству молитв Раватим. Вчера мы с вами начали изучать желательные молитвы, те молитвы, которые человек совершает дополнительно от себя. Он не обязан их совершать, Аллах его не обязал совершать эти молитвы, но человек, чувствуя прилив или увеличение веры, либо же желание в наилучшем виде исполнить поклонение, совершает эти молитвы, хотя он их не обязан совершать в основе. И среди таких молитв есть молитвы Раватим. Раватим по-арабски слово Ратима. Ратима – это что-то постоянное. По-арабски говорится Ратим. Ратима – это зарплата. Почему зарплата Ратима? Потому что она приходит каждый месяц, либо же каждый какой-то период времени. Ратим. То же самое и можно сказать в общем. Ратима – это что-то постоянное. Множественное число слова Раватим. Другими словами, это те молитвы, которые постоянно в той или иной форме, либо же в той или иной время следуют до или после обязательных молитв. Это Раватим. Итак, приступим. Тема четвертая. Количество молитв Раватим. Слово Раватим – множественное число. Слово Ратима. 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 Что в лексическом значении указывает на нечто постоянное и непрекращающееся. Слово Раватим называется «жевательные молитвы, которые рекомендуется совершать в дом и после обязательных». Одной из способов совершения молитв Раватим является выполнением упущений, а восполнением упущений, которые в той или иной форме были допущены при совершении обязательной молитвы. Об этом говорилось ранее. Суммарное количество Раватим в течение дня и ночи – 10 ракетов. О них говорится в Одессе «Идем Мама», «Да будет доволен им Аллах», который сказал «Я запомнил то, что…» «Я запомнил на послании к Аллаху, в мире ему было растворение Аллаху, что он совершал два ракета до Бога униной молитвы в зубы и два ракета после нее, два ракета после вечерней молитвы в Маме, два ракета после ночной молитвы в Иши, и два ракета перед утренней молитвы в Маме». В это время я не заходил в пророку, в мире ему было в Словении Аллаху. «Но Харса рассказывала мне, что когда начинался расслед, и мой день произносил Азан, то пророк в мире ему в рассловении молился два ракета». Да. Сообщается, что суммарное количество молитв в Равате. Суммарное – в течение дня и ночи, в течение суток. То есть сколько же этих молитв, которые прикреплены к обязательным, и когда их нужно совершать до, после, возле каких молитв нету вообще Равате, как таковых. Именно об этом идет речь сегодня. Так вот, сообщается, что суммарное количество Равате в течение дня и ночи – 10 ракетов. 10 ракетов – это одно из мнений ученых, и на это есть свое доказательство. Также есть мнение, что 12 ракетов. И мы разберемся, почему есть разные мнения, и оба мнения являются приемлемыми и допустимыми. Так вот, 10 ракетов. О них говорится в хадисе от Ибн Аумара, сына Амара Ибн Аль-Хаттаба, Абдулла Абн Амар, один из известных сподвижников, который передал очень много хадисов, был знатоком фикха из числа сподвижников. Я запомнил от посланника Аллаха, саламу, что он совершал два ракета до полуденной молитвы. Давайте рассмотрим, запишем это здесь. Зугур – полуденная молитва, условно первая назовем ее. Асар – послеполуденная. Магриб – вечерняя. Иша – ночная. И пятую сделаем фаджр. Фаджр – утренняя, либо же рассветная молитва, чтобы не путаться. Значит, сообщается, что проекса, саламу, вот этот зугур, до нее делал два ракета, как вариант. Я запомнил от посланника Аллаха, то есть он видел, он слышал, как сам посланник Аллаха, саламу, совершал два ракета до полуденной молитвы. И два ракета после нее. До? Это возьмем после. Дальше, чтобы у нас было представление, некий скелет, о чем идет речь, потому что там будет 2, 4, там 2, снова можем запутаться. Чтобы не запутались, вот такую легкую схемку сделаем. Два ракета после нее. Два ракета после вечерней молитвы. Асар пропускается. Нет ничего. Два ракета после вечерней молитвы. Это к Магрибу относится. Два. Два ракета после ночной молитвы. После. Это до, это после. И два ракета перед утренней молитвой. Вот так вот. Такую схемку запишите себе, запомните и практикуйте в жизни. Но Хабса рассказывал мне, что когда начинался рассвет, и Муэдвин произносил азан, то Прак Саасаль молился два ракета. Два ракета перед утренней молитвой. Мусульману следует стараться совершать 12 ракетов. То есть, это речь идет сейчас о 10. Это первая форма. Два-два, два-два-два. В сумме 10. Это первая форма. Первая форма. Так, сделаем. Первый вариант, скажем. Второй вариант. Второй вариант. Об этом говорится в следующем хадисе. Мусульманин следует стараться совершать 12 ракетов. Потому что пророк, мир ему, Господи Аллаха, сказал, любому мусульманину, который будет совершать в течение каждого дня ради Аллаха 12 ракетов, Аллах построит дом в районе. Да, Паса Николаев сказал, Мамин абдин муслимин, ясалли лиллахи таалла, фикули яумин снатей ашара таракаа, илля буния лагубейтан, ау илля баналлах, илля буния лагубейтан филь джанна. Говорится, что каждый раб мусульманин, то есть раб, в то же время он является мусульманин. Не просто раб, потому что и не мусульмане рабы Аллаха. Это очевидно. Они ему подчиняются. Но все-таки Аллах дал им выбор, как мы говорили на прошлом уроке, и по своему выбору они ослушаются Аллаха. Но вместе с этим они являются рабами Всевышнего. Так вот, каждый раб мусульманин, который будет молиться ради Аллаха, подчеркивается искренность единобожия, только ради Аллаха молиться, как в течение дня, в течение суток, 12 ракатов, то Аллах, то есть ему будет построен дом в раю. Построен кем? Всевышним Аллахом. Здесь Всевышний Аллах не упоминается, потому что ясно, что все, что в раю, и сам рай, все его блаженства, они идут от Всевышнего Аллаха. Поэтому часто говорится, Буния будет построен. Не упоминается кем, но очевидно, кем он будет построен. Всевышним Аллахом в качестве награды. За эти 12 ракатов. То есть здесь речь идет. Давайте вот так вот лучше сделаем. Здесь напишем сумму. Здесь напишем сумму. 10 ракатов, либо же 12 ракатов. То такому человеку будет построен дом в раю, кто будет постоянствовать, совершать эти 12 ракатов. И ученые объединяют этот смысл и этого хадиса, и этого хадиса. Это один из форматов, один из вариантов, допустимый. А это второй вариант, тоже допустимый. Он отличается только одной деталью. Сейчас мы узнаем с вами какой. Пожалуйста. От 12 ракатов отразумевается 10 вышеупомянутых, но перед полуденной молитвой можно совершить 4 ракеты. От термии, да. Да, упомянул иную версию хадиса от ум Хабибы, да будет доволен ей Аллах, которая сказала, 4 раката до полуденной молитвы, от зубов, и 2 после нее, 2 раката после вечерней молитвы, 2 раката после ночной молитвы, и 2 раката перед утренней молитвой. Также сообщается версия от ум Хабибы, которую упоминает имама Термиды, и говорит, все те же самые ракаты, только перед зубовом у нас 4 раката. В этом и разница. Отсюда добавка этих двух ракатов. То есть 2 и 2 раката совершить. Потому что Проксалас Алим сказал, что...